Так надо по отношению к своей судьбе относиться, наступательно всегда. Вот смотрите, если у вас есть выходной день, вы думаете, посмотрю, любимый телесериал, следующую серию, когда же они вспотеют? Надо идти в храм, мой хороший. Вот не хочется, в храм не хочется. На природу не хочется, а хочется перед телевизором, всей семьей сесть и сидеть просто, терять силы. А надо идти на природу, собирать детей, мужа за шкирку, потому что он еще больше привязан, его трудно вытащить. Не вытаскивается самим без мужа идти, значит, на природу гулять. Он подключится попозже, когда увидит, что уже нет выхода. В храм пойти, поставить на службе. Делать с собой чуть-чуть хлеба, для того, чтобы птичек покормить, или дать какому-нибудь нищему. Пирожки напечь. Может быть, собачки, а может быть, человеку какому-то, который нуждается. Человека нет, значит, кому-то скормить пирожки. И так каждый день, когда есть время свободное, идти, делать добрые дела. В храм сходить, сходить, позвонить подружке, сказать ей, у тебя все будет хорошо. Ну, то есть, делать добрые дела. Каждый день заставлять себя, потому что, когда вы начинаете служить другим людям, ваша жизнь налаживается. Вот, допустим, вы читаете объявления, курсы по налаживанию бизнеса. Личностный тренинг, личностный рост там и так далее, читаете, читаете, думаете, пойду там, порасту личностно, пойду там, порасту личностно. На самом деле, человеку не хватает не этого. Человеку не хватает силы. Главная проблема в современном обществе – это обессиленность. У человека нет силы любить свой труд, любить начальника, любить свою страну. У нас нет силы просто. У нас нет силы просто любить кого бы то ни было. Вот у каждой женщины есть огромный потенциал любить. И чем больше она любит, тем она красивее, красивее, красивее становится. Это бесконечно. Вот каждая женщина может быть бесконечно красивой. Лицо не имеет никакого значения. Имеет значение потенциал вот этот любви. У каждой женщины заложен огромный потенциал любви. Но вот я посмотрю на вас, где-то 5-7% вы его расходуете. Ну то есть вы наполняетесь на 5-7% этого потенциала. А если бы вы наполнялись хотя бы на 50%, вам бы пришлось лицо закрывать. Потому что мужиков бы сметало всех подряд. Так, вы идете по улице и все падают. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Ну то есть все падать будут просто. И поэтому в древней культуре женщины закрывали лицо. Из-за сильной красоты, понимаете? Это вот я просто прочитал об этом в Священном Писании. Из-за сильной красоты они закрывали лицо. Не из-за того, что оно уродливое было. Из-за сильной красоты. Ну чтобы никого не мучить, понимаете? Стыдно же иногда женщина видеть, что слишком сильно смотрит. Она раз, закрылась. Ну чтобы никого не мучить. Бывает же такое, да? Ей стыдно даже становится, что это они все на меня так смотрят. Наверное, сильно красивая сегодня. И она такая раз, закрывается. Так, чтобы не смотреть. Неудобно как-то. Не хватает силы. Сейчас другая проблема. Женщины открываются до последнего уже, чтобы посмотрел кто-нибудь. Уже не знают, что еще открыть, чтобы посмотрели. Все вроде открыло. Все равно не смотрят. Потому что смотреть-то только на любовь можно. Если любви нет, что смотреть. Женщина не должна открывать свое тело и ходить на курсы. Надо просто, время есть, делать добрые дела. Делайте так, как вы можете, понимать, на вашем уровне. Если не можете слушать тех, кто молится, хорошо, это ваш уровень. Вы не можете. Есть другие варианты. Не только этот. Можно прийти в храм, пол помыть. Сразу больше силы становится. Можно прийти возле храма, постоять, покормить кошек, собак, нищих. Можно с верой послушать наставления в храме священника. Это тоже служение Богу. Человек от этого получает благодать Божью, когда он его слушает, его речи. Которые Бог дает через своих учеников. Можно на природе служить, радуясь, бегая, радуясь на природе. Ты тоже служишь природе, она тебя любит за это. Можно пойти деревья вскопать весной, мусор убрать на улице. Одна женщина, красноярская, из дома выхожу, смотрю, птички клюют, воробушки клюют семечки. И там такая пластиковая бутылка висит, там вырезана в ней дырочка. И воробушки туда залетают. И клюнул одну семечку, вылетел, потом следующий и так далее. Там на дне немножко семечек лежит. Я думаю, ну, сплюют, наверное, за 10 минут. Прихожу с лекции, смотрю, опять столько же семечек на дне, опять клюют. И думаю, значит, подбрасывает кто-то постоянно. Начал в окна смотреть, смотрю, сидит женщина, пожилая женщина, возле окна. И смотрит, как воробушки клюют семечки. Она в это время наполняется любовью, этот человек. И вот она просто, у ней, допустим, время есть, она обберет и просто кормит воробушков. Этот человек может много, потому что он правильно живет. А у меня мама говорит, Олег, а я всегда рано вставала. Я говорю, а почему, мам, ты всегда рано вставала? Она помнишь, говорит, у нас, ну, когда ты жил, ты же видел, у нас на подоконнике кормушка стоит. Я говорю, да, видел. Но она говорит, вот как только вот где-то 5 часов утра у меня прилетают синички и начинают в окно. Потому что они как бы за вечер все выклевывают, в окно стучат просто, шрать хотят. И она говорит, я ничего делать, надо вставать. Встает, кормит, насыпает, уже все, встала, встала, уже ложиться не хочется. Ее каждый день птицы будили, потому что она их кормила. Они следили за ее режимом дня. Все же просто, на самом деле. Так человек должен жить. Если ты сделал что-то хорошее для человека, что-то хорошее, то у тебя появляется больше силы в сердце. Эту силу можно использовать куда хочешь. Можно простить мужа, который ушел. Можно простить начальника. Можно простить свою страну, которая тебя обидела чем-то, допустим. Ну, то есть эту силу можно направить куда-то. Добрые дела надо делать. Но если ты постоянно думаешь о том, как тебе плохо, вот это и есть самое большое злое дело, которое только существует в этом мире. Это думать о себе постоянно. Одна девушка ко мне подошла после лекции и задает вопрос. А я вот то, а у меня все, а я третье, а у меня пятое. Я послушал, послушал, говорю, все, я понял. Вам надо начать что-то делать для других людей. Хватит думать о себе уже. И она копается в своих недостатках, копается целый день. Вот хорошее занятие нашла. Начните что-то делать для других людей. Это сразу же вам облегчит жизнь. Это очень сильный метод. Не думайте, что я вас агитирую каким-то глупостям. Это очень сильный метод. Он всегда работал. Люди, которые начинали забывать про себя, они добивались всего в жизни. Есть разные энергии, разные способы пополнять энергию любви, дают разные результаты. Например, старших служишь, повышаешь свой уровень социума, свое социальное положение в обществе, выше становишься. Просто служи старшим, будешь выше. Старший выше, ты вверх поднимаешься. Если заботишься о людях, то получаешь мужа.